Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов и коротко о главном. Взятка в сумме 680 миллионов рублей провалилась. В Советский районный суд Махач Кулы вынес приговор в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения Упердор-Каспий. Заброшенный пляж с мусором и пасущимися вокруг коровами вместо благоустроенной территории. Жители Навака и Кента ждут создания рабочих мест и полноценного использования туристических возможностей района для привлечения гостей. Подробности через несколько минут. Одна из добрых традиций благотворительного фонда «Инсан» – оказывать материальную помощь детям. Очередная акция «Собери детей в школу» прошла накануне в Кизельюрте. О том, как все прошло, сегодня в выпуске. Прокуратура Республики поддержана государственное обвинение по делу о вымогательстве взятки в сумме 680 миллионов рублей. Советский районный суд города Махачкалы с участием государственных обвинителей прокуратурой Республики Дагестан вынес приговор в отношении бывшего главы регионального филиала федерального казенного учреждения Упердор-Каспий. Экс-руководитель признан виновным, а не криминирует ему вымогательство взятки в особо крупном размере и отмывание денежных средств. В судебном заседании установлено, что в 2017 году он, занимая указанную должность, через посредника потребовал от руководителя ООО «Нарт» передать ему взятку в размере 680 миллионов рублей за подписание документов, на основании которых должна производиться оплата по государственному контракту заключенному организацией с ФКУ Упердор-Каспий, обещая в противном случае создать проблемы при подписании. Для придания своим незаконным действиям правомерного вида злоумышленник потребовал от руководителя организации заключить два фиктивных договора займа на общую сумму 60 миллионов рублей с подконтрольным ему ООО «ДСК-2». В целях легализации части, полученных в качестве взятки денежных средств, руководитель филиала через подконтрольное ему ООО «ДСК-2» приобрел специальную технику на сумму 40 миллионов рублей. Оставшуюся часть требуемой взятки в сумме 620 миллионов рублей он не получил, поскольку был задержан после обращения потерпевшего в правоохранительные органы. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с обдуванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Дагестанские раскольников. В Курахском районе 17-летний сын убил отца топором. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. По версии правоохранительных органов, 17 августа подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес множество ударов молотком и топором в область головы и шеи своему 64-летнему отцу. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело. В суде установлено, что в июне 2020 года в поселке Дубке, осужденный, будучи подвергнутым административным наказанием за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. В аэропорту Уиташа штрафовали пассажира за курение во время полета. Сотрудники транспортной полиции привлекли пассажира из города Нижневартовска к административной ответственности за курение на борту самолета. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Махачкалы поступила информация о том, что на борту рейса Сургут-Махачкала один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате. Полицейские доставили 31-го летнего жителя города Нижневартовска в дежурную часть. На отношении нарушителя составлен административный протокол за совершение правонарушения. Напомним, санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 1500 рублей. Вроде бы отдых, но только вот без удобств. Жители села Новокайкен просят завершить начатый масштабный проект по благоустройству пляжной территории. Из-за конфликта интересов разных структур, крючкотворства, чиновников и судебных проволочек тормозится развитие перспективной туристической точки, которая может служить как благу местных жителей, так и привлекать приезжих. Подробнее по тематханапова. Вы посмотрите, в каком она раньше состоянии была. А сейчас вроде бы чисто, аккуратно построено для людей. Вроде бы все есть. Но говорят, что не дают. Неровная площадка, множество кустов, вылетающие пакеты. А иногда здесь еще и коровы пасутся. Такова теперь территория муниципального пляжа Гюксув. Этот маленький кусочек берега, правда, выделяется из общей плачевной картины. Но его успели привести в порядок еще до того, как проект был заморожен. Все работы по благоустройству приостановили после возбуждения уголовного дела на главу Каякенского района Магомед Эмина Гаджиева. Глава района и администрация района пыталась это сделать. Но, как видите, все осталось так же. И все, оно приходит в плачевное состояние. То есть, в связи с отсутствием здесь контроля всего этого самого, отсутствия финансов. Работы проводились по хоспособу, за счет благотворительных средств меценатов. Местные жители недоумевают и просят республиканскую власть помочь найти решение проблемы, чтобы наконец-то завершить благоустройство народного пляжа. Раз не дают другим, возмущаются люди, то пусть благоустроят сами. Не с района. Вот все, которые сюда приезжают, со всей России люди приезжают. И когда вот это видят, неблагоустройство, и как-то нам неудобно становится. Нашему главе администрации тоже не дали что-то сделать. Хотел, вот, вот, видно же, что что-то делается, правильно, да? Ну, хотел вот так поэтапно все сделать, ну, все благоустроить, да? Ну, у него тоже не получилось. Муниципальные пляжи, это народные пляжи, это должны государства делать, сделать для народа и сдать. Единственное место вот здесь, вот то, что мы можем приехать сюда, вот здесь. Все перекрыли, все продали здесь. Где-то что-то стали делать. Вот здесь, видите, вот бордюры начали, стоянки для машин. Как-то улучшалось это место. Вот, я не знаю, вот сейчас приостановили, на каком основании, зачем. По проекту здесь планировали установить десятки таких удобных столиков, выделить большой участок для парковки и спортивных площадок, построить медпункт и множество других объектов для удобства местных и приезжих. Так получилось, мы сейчас пляжи успели сделать, это кусок. А остальную часть для нас были препятствия, и поэтому у нас этот проект остался незаконченным. Ту часть, в которой мы установили четыре беседки, парковые площадки, там волейбольное поле есть, пляжный волейбол. То, что мы сумели сделать, вот это только сейчас. В общей сложности здесь должны были благоустроить пять гектаров. Три из них – это бульварная часть, два – пляжная. Этот объект вполне мог бы стать как привлекательной зоной для туристов, так и основным местом отдыха самих каякенцев. Все условия здесь для этого есть. Есть чистое море, золотые пески, близость к коммуникациям, но пока не хватает волевого решения, способного довести до конца благоустройство, призванное преобразить здешний пейзаж и быт местных жителей. По тематам Аннабова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Каякенский район. Скоро 1 сентября, и миллионы школьников в этот день сядут за парты, а тысячи ребятишек впервые переступят порог школы. У многих уже приготовлены новые портфели и учебники. К сожалению, есть семьи, которые испытывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году. Одна из добрых традиций благотворительного фонда «Инсан» – оказывать им материальную поддержку. Так, очередная акция «Соберить детей в школу» прошла накануне в Кизил-Юрте. Участие в ней приняли более 30 детей из 7 городов и районов Дагестана. Им вручили денежные средства для приобретения школьных принадлежностей. В гости на праздник приехал помощник Муфтия Дагестана. Собравшихся также радовали аниматоры, которые провели с ними интересные игры и организовали конкурсы. Катали детей на аттракционах, угощали вкусным обедом. Если у вас есть возможность и желание помочь собрать детей в школу, вы можете обратиться в фонд «Инсан» и перечислить средства на реализацию соответствующей программы. Даже небольшой вклад каждого даст неоценимый результат. Благодарность счастливых школьников, получивших все необходимое для учебы. На нас лежит обязанность оказать почет детям, которые остались без родителей. Чтобы печаль отсутствия отца или же матери их сильно не беспокоила. Рядом с каждым из нас, чтобы они чувствовали отцовскую заботу. В этой связи у меня есть к вам предложение, дорогие мои братья и сестры. Праздничные дни. К примеру, каждую пятницу усаживать таких детей за обеденный стол вместе со своими детьми и угостить их. То есть проводить с ними день, подарить им счастье. Или же праздничные дни, день Ураза Байрам, Урбан Байрам, или же другие праздничные дни, сходить вместе с ними в магазин, купить им одежду новую. Не обязательно дорогую, простую можно. Подарить им это счастье. ИНСАН! Добро петь! Совет Федерации России назвал условия принятия решения о новых выплатах детям. Сенатор Валерий Рязанский считает, что решение о новых выплатах семьям будет приниматься только после тщательного обдумывания, сообщает РИА Новости. В этом году бюджет страны не был рассчитан на такие траты. И даже после тех решений, принятых для поддержки населения о дополнительных выплатах. Для начала надо бы дождаться нашего премьер-министра из поездки по Дальнему Востоку. После разговора с ним и будем решать. Будут еще у нас выплаты или, может, какие-то другие шаги для поддержки населения. Все-таки это многомиллиардные расходы, заявил Валерий Рязанский. Как сообщает Министерство труда Российской Федерации, выплаты на детей до 16 лет ранее получили 26 миллионов детей. Они выплачивались на основе данных пенсионного фонда, куда родители обращались за ежемесячными пособиями для детей до 3 лет, за апрель, июнь и за единовременными выплатами, рассчитанными от 3 до 16 лет. В городской клинической больнице Махачкалы выписали пациента, который находился в стационаре более 70 дней. 49-летний мужчина поступил в больницу с коронавирусной инфекцией. На компьютерной томографии легких исследований показало до 90% поражения. Пациент пошел на поправку только после двух месяцев, проведенных под ИВЛ. Все-таки мы побороли эту болезнь, правда же? Ты молодец, ты огромный умер. У пациента, отмечается в сообщении, не было никаких сопутствующих заболеваний. Сейчас мужчина уже спокойно дышит без вспомогательных аппаратов. Его жизни ничего не угрожает. Теперь мужчине необходима реабилитация после болезни. Все хорошо? Значит, дышать легче тебе? Температура нормализовалась? Температура нормализовалась. Ты рад, что сегодня уходишь домой к своим близким? Рад. Мы тоже рады, до тебя, мой хороший. Умар Нурмагомедов дебютирует на турнире UFC 254 25 октября. Его соперником станет также дебютант, промоушеноказахстанец Сергей Морозов, на счету которого 21 бой в ММА, 18 побед и 3 поражения. Младший из Нурмагомедовых имеет 12 поединков в ММА и не знает поражений. Отметим, что на турнире UFC 254 выступят также еще три дагестанца – Хабиб Нурмагомедов, Абубакр Нурмагомедов и Ислам Махачев. Главным событием вечера станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэджи. Анжи и Легион Динамо сыграют в одной 128-й стадии финала Кубка России по футболу. Столичное дерби пройдет в Махачкале. Матч состоится 19 августа в 16.00 на стадионе Динамо и пройдет без зрителей. Напомним, что на предыдущей стадии Анжи обыграл футбольный клуб Махачкала со счетом 1-0. Отметим, что в новом сезоне первенства ПФЛ «Зона Юг» после сыгранных двух туров Анжи занимает третье место. Легион Динамо на четвертой строчке в турнирной таблице. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова